В Люберцах проходит патриотическая акция «Письмо солдату». Воспитанники школ и гимназии городского округа отправляют рисунки и текстовые послания российским военнослужащим. Что пишут дети и как адресаты реагируют на такие подарки, узнал наш корреспондент. Дорогой солдат, я понимаю, как сейчас тяжело на фронте. Здесь, в тылу, мы все переживаем за вас и желаем удачи в дальнейших действиях. Этим письмом я хочу поддержать вас и показать, насколько важно для нашей Родины ваше нахождение там. Вся страна с нетерпением ждет вашего возвращения. Дописав свое послание, юнормеец Дарина Тамбовцева аккуратно складывает его в треугольник. Точно так же оформляли фронтовые письма во время Великой Отечественной войны. На столе еще сотни подобных конвертов, на некоторых детские рисунки и символика страны. Эти письма как раз таки и являются базовой поддержкой, которую мы можем дать солдатам, которые ушли на фронт. Это единственное, даже, наверное, не единственное, а одно из немногого, что мы можем на данный момент сделать для них. Письма солдатам пишут школьники всей страны. В одной только Московской области за месяц собралось более 60 тысяч посланий. Большая часть уже дошла до адресатов. Совсем недавно вместе с волонтерами Подмосковья мне удалось побывать в нескольких военных частях, где мы раздали эти письма мобилизованным мужчинам. И я был удивлен, я никогда раньше до этого этим не занимался, я был удивлен, как парни тянулись к этим письмам. И уверен, они к этому письму, детскому письму, детской эмоции обратятся, когда им нужны будут моральные силы двигаться и идти к победе. Письмо солдату – совместный проект российского движения школьников, волонтеров Подмосковья и представителей движения «Мы вместе». Патриотическая акция нашла широкий отклик среди детей и молодежи. Вот эта огромная стопка писем, собранная за один день в 51-й школе – тому подтверждение.